От разработки месторождений на шельфе России придется, скорее всего, отказаться. По крайней мере, такое мнение высказал сегодня в Госдуме зампред Веба Андрей Клепыч. Экономист полагает, что при нынешних ценах на нефть, арктическая нефтедобыча становится просто невыгодной. Другие участники дискуссии вовсе предлагали помочь нефтедобытчикам и снизить налоги. Все подробности у Марии Зайцевой. Разговор о нефти и проблемах российской экономики Сергей Нарышкин начинает с программной речи, которую в различных модификациях он произносит уже полгода. Против России ввели санкции, но санкциями Россию не запугать и вообще мы за сотрудничество. Россия не мыслит себя в отрыве от глобальной мировой экономики и, естественно, не собирается сама себя изолировать и не позволит это сделать никому другому, как бы кто не пыжился в своих высказываниях и своих действиях. План действий предлагают приглашенные в Думу эксперты. Если господа депутаты хотят импортозамещения и промышленного роста, то промышленникам нужны налоговые послабления. В первую очередь в высокотехнологичных и обрабатывающих отраслях. ТЭК локомотивам экономики уже не будет. Сегодня уровень налоговой нагрузки в машиностроении и легкой промышленности в полтора раза превышает этот показатель в топливных и сырьевых отраслях. И фактическая рентабельность при производстве машинной оборудования состоит по затратам 6-7%, по активам 2-3%. Бизнесмены тоже за изменения налогов, но только для добывающих отраслей. Виктор Виксельберг уверен, нужно отказаться от налога на добычу полезных ископаемых и перейти к налогообложению доходов и прибыли в нефтяной отрасли. Система, которая работает сейчас, она является по сути фискальной, выкачивает из нефтянки те самые сверхдоходы, которые на сегодняшний день отсутствуют. И она может привести к тому, что мы существенно сократим инвестиции в нефтяную отрасль даже для поддержания разработки нынешних непростых месторождений, которые являются у нас базовыми. Плюс господин Виксельберг предлагает упростить переход прав на разработку нового месторождения. Это откроет путь в нефтянку малому и среднему бизнесу. Такие компании смогут, например, разрабатывать небольшие месторождения. От крупных проектов на шельфе придется, скорее всего, отказаться, считает зампред ВЭБа Андрей Клепач. При нынешних ценах на нефть извлечение арктических запасов экономически неэффективно. Нам нужно изменить подходы к добыче нефти, к сосредоточению силы на разработке традиционных месторождений, в том числе малых месторождений, повышение коэффициента излечения. Есть соответствующие методы, но они все требуют технологического опробования. Эксперты в один голос говорят, мир ждет долгий период невысоких цен на нефть. В лучшем случае цена подрастет до 70 долларов за баррель. И в это непростое время добытчикам нужно помочь.